Дорогие друзья, сегодня в Красноярске завершается шестой зимний Суриковский фестиваль. Начиная с 26 декабря в Красноярске прошло свыше 100 различных мероприятий, в которых приняли участие около 25 тысяч человек. Но мне думается, именно сегодня, в день рождения великого русского художника и нашего земляка Василия Ивановича Сурикова, наступает подлинная кульминация шестой суриковской зимы. Именно сегодня в наш город пришло яркое музыкальное событие. Мировая премьера оратории Владимира Примака «История мастера», посвященная творчеству Василия Ивановича Сурикова и его личности. Не случайно в нашем проекте задействованы лучшие исполнительские силы Красноярска. И более того, для того, чтобы это действительно превратилось в значительный праздник, венчающий наш Суриковский фестиваль, мы пригласили солиста Мариинского театра, заслуженного артиста России Александра Морозова. Идея этого сочинения родилась, конечно же, в Красноярске, и главным импульсом был наш Суриковский фестиваль. Но нужно сказать, что эта идея обрела свои реальные зримые очертания в далеком северном заполярном городе Норильске. Именно там живет и работает композитор, член Красноярской региональной организации «Союз композиторов России» Владимир Примак. Я постараюсь кратко рассказать вам о том, что композитор хотел выразить в этом грандиозном, на мой взгляд, музыкальном творении. Сам импульс исходит от искусствоведов, потому что именно статья одного из искусствоведов о полотне Василия Ивановича Сурикова «Утро стрелецкой казни», оно натолкнуло на главную концептуальную мысль всей оратурии. Если внимательно вглядеться в эту картину Суриковскую, то можно обнаружить, что на ней семь стрельцов, семь свечей, семь зримых глав храма Василия Блаженного и правые искусствоведы, которые в этом видят отнюдь не случайное совпадение, а то, что в этом полотне, как и, конечно же, в других картинах Василия Ивановича Сурикова, можно обнаружить очень важный, скрытый ритуальный смысл, уходящий своими корнями в глубочайшие религиозные традиции нашей истории. Я напомню, что в Библии шесть дней творения являются символом тварного, материального и духовного мира, а седьмой день – это время освящения, преодоления тварности и восхождения Господу. Именно поэтому семь свечей стали символом соборования. И 6 марта 1916 года вокруг гроба Василия Ивановича Сурикова горело семь свечей. В то же время свеча в русском укладе нашей жизни, она имеет ведь и иной смысл, не менее важный. Свеча как символ света. Поэтому, когда к нам в руки попал текст интервью Максимилиана Волошина Сурикова, мы не могли не привлечь внимания к важной фразе художника, который говорил о семи важнейших картинах в своем творчестве. Стрельцов, Меньшикова и Морозову не мог не написать. Снежный городок и Ермака смог написать. Суворова мог не писать. А Стеньку так и не смог. И вот когда воедино свелись все эти символы, связанные числом семь, сразу же стала ясна идея, концепция и композиция оратории. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Владимир Примак. История мастера. Оратория в семи частях с прологом и эпилогом для меца-сопрано, баса, чтеца, хора и оркестра. Либретто Владимира Примака. Исполняют Красноярский хоровой ансамбль солистов «Тебе поем». Художественный руководитель Константин Яковлев. Хор Красноярского театра оперы и балета. Художественный руководитель Дмитрий Ходош. Ход студентов Красноярской государственной академии музыки и театра. Художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Людмила Краевая. Красноярский камерный оркестр, художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Михаил Винюмов. Симфонический оркестр Красноярской Академии Музыки и Театра, художественный руководитель Валерий Шелев. Главный хормейстер сводного хора Константин Якобсен. Солисты. Лауреат международного конкурса, солистка Красноярского театра оперы и балета Анастасия Лепешинская, меца-сопран. Заслуженный артист России. Лауреат международных конкурсов, победитель международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского, обладатель Грам-при международного конкурса в Рио-де-Жанейро, солист Мариинского театра Александр Морозов-Бас. Солист Красноярского театра оперы и балета Виталий Осипов, чтец, дирижер, лауреат международного конкурса Валерий Шелепов. Аплодисменты. 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 Я красоту люблю, во всём красоту, В лица с детства ещё вглядываться, Как черты лица составляются, Так глаза расставлю. Остреблений нет сомненья, Чтобы вечно скатать и быть, Надо отдать без печали и зрения. Звучит песня. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Вкусивший света не захочет тьмы. Судьба слепила меня для того, чтобы я бунтовал против или вместе с Петром. Делал суворовские переходы, завоевывал новые Сибири и грабил пенсильские царства. Но, задержав на пару веков, дала вместо казахской шашки кисть, вместо копья карандаш и сказала, ну, а теперь вывертывайся. КОНЕЦ 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 Думал, так моя жизнь не пропадет вместе со мною. А тут все-таки кое-что останется. 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 Аплодисменты. 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 Константин Александрович Якобсан, Людмила Краевая, Дмитрий Кодорс, Михаил Белимов. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 КОНЕЦ